А вот смотрите кого я нашел это еще одна редкость лопастник курчавый красивые белые грибы на фоне темного леса отлично выделяются тому его легко можно заметить я их всегда беру они мне просто визуально нравятся а вот там вижу его маленького братишку вот он его мы тоже обязательно заберем почистим ножку и забросим корзину тут густой лесок и сейчас мы посмотрим что еще можно здесь найти вот нежданно негаданно нашел иудыны ушки на одном деревце их довольно много и сейчас я их пособираю кто не знает гриб очень вкусный китайцы его выращивают на экспорт многие его называют просто китайским грибом и это уже понятно что это иудына ушка эти немножко грязноватые вот здесь крупный экземплярчик вот смотрите реально похоже на ухо гриб очень хорошо сушить после размачивания он абсолютно полностью восстанавливает текстуру хорошая колония на одном месте прямо вот такой гриб лес из рогатиков на мертвой древесине вот здесь еще под деревьями нашел несколько каких-то балетовых трупиков и рядом молодежь сейчас будем смотреть что это за грибы они очень мощные очень толстые по всей видимости это один из видов дубовиков не берусь сказать какой точно потому что у него цвет совсем другой ножка слишком толстая если кто-то знает напишите мне главное чтобы они не горчили сейчас порежу и попробую и вот снова возле дубовой рощи белые мухоморы просто невероятнейших размеров я чувствую что один из них надо взять и показать вещь невскому с ним встреча у нас будет послезавтра так что эти мухоморы доживут в общем возьму их и покажу ему пусть точно установит какой-то вид и с чем его едят вот и колено можно собрать капринус коматус местные его не знают не собирают сегодня его брать тоже не буду не до него и чем другие грибы отошел от того дерева и вот здесь еще две огромные шишки по всей видимости это и есть яйцевидный мухомор он очень плотный очень большой вытащить его даже не представляю как надо будет подкопать его слегка сейчас посмотрим что это и семьи он просто огромен он еще не вылез да да вот он это он это точно он вот смотрите и он сметанка который говорил вещь невский да очень странно они растут прямо в земле не выходя на поверхность надеюсь нож не сломаю вот еще один смотрите какими сростками растут и вот здесь даже еще что то есть блин их разворотил ладно я возьму эти три-четыре штучки так чтобы было хорошо видно и попробую смотрите какой гигант да на запах это он будем пробовать и снова на нашем столе экзотика кто давно на канале знает что я встречался с вишневским и понес к нему один из таких крупных мухоморов да да это именно мухомор по определению вишневского это мухомор яйцевидный самой большой особенностью является то что у него под шляпкой при раскрытии появляется что-то наподобие сметанки вот посмотрите там если дотронуться такая мягкая субстанция вот здесь особенно хорошо видно вот эту субстанцию можно прямо спокойно пальцем содрать попробовать как это сделал михаил я вам покажу его в разрезе он сказал что итальянцы его готовят прямо сырым кидают в костер или на гриль и позже кушают но он правда похож на яйцо посмотрите он еще только-только раскрывается этот малыш гриб очень плотный очень вот этот будет весить даже не знаю на грамм 200 вот еще одно яичко только лопнуло и еще одно яичко и еще одно по вкусу говорят что он даже чем-то превосходит цезарский гриб сейчас мы его порежем на стейки какая плотная отличная мякоть и прямо вот так поджарим отлично буду жарить только солью для того чтобы попробовать его истинный вкус и так мухомор попал на сковородку и сразу зашуршал течение нескольких секунд видно что он некоторые куски у него уже стали прозрачные это значит что они почти готовы мякоть у него очень нежную вот видно она пускает сок он стал очень нежным я бы сказал прозрачным прям как крем да да как крем консистенция крема ребят первый раз такую вижу это значит что через пару минут он будет готов и можно будет оценить его вкусовые качества визуально выглядит очень симпатично сейчас добавлю соли немного пьяца не все пусть будет его чистый вкус и так наш гриб готов правда я не удержался съел уже половину наверное и теперь пришло время описать его вкус если вы когда-нибудь пробовали мухомор цезаря или цезарский мухомор или нихуи по-грузински то вы меня поймете этот гриб имеет примерно такой же вкус только более нежную консистенцию гриб приготовился примерно за две минуты толщина слоя было около 1 сантиметра как только он попал на масло на сковороду сразу было заметно что его мякоть начинает становиться прозрачным и это значит что она готовится сейчас мы его резанем чтобы было видно вот что осталось от одного сантиметра мякоть и осталось где-то 6 миллиметров мякоть мягкая но и в то же время немного упругая и более мясистая чем у цезарского а на вкус я бы сказал что он похож нежный грибной привкус очень приятная мякоть я бы сказал что это очень вкусно но чтобы описать его нужно попробовать хотя бы цезарский теперь я понимаю почему итальянцы кажется да бросают его целиком на угли или на гриль и готовят когда его положил на сковороду он выпустил очень много сока и вот видите немного осталось это реально вкусно если вы когда-нибудь найдете белый мухомор с очень толстой ножкой не поленитесь постарайтесь определить его если это яйцевидный берите его обязательно я бы сказал что это деликатес ну а мне пора если вы увидите это видео значит это действительно яйцевидный и он абсолютно съедобен всем пока если понравилось со мной общаться ставьте лайки подписывайтесь можете задавать вопросы и обязательно на них отвечу а у меня еще есть 6 яйцевидных мухоморов пойду готовить